Добрый день, меня зовут Роман и это компания Der Laser. Сегодня я хочу поговорить о красках для замши. В ассортименте нашей компании есть два вида краски для замши. Первая – это краска глубокого проникновения. Она может применяться как для замши, анилиновой кожи, для покраски натуральных кож. С ней, в принципе, давно многие знакомы, кто работал нашей продукцией. Схема работы с этой краской мы поговорим чуть позже. А сейчас я хочу поговорить о нашем новом продукте – краска для замши на масляной основе. Это уникальная разработка нашей фирмы. Она предназначается для покраски проблемной замши. Дело в том, что обычные краски глубокого проникновения имеют палитру темных цветов от светло-коричневого до черного. То есть там идет в основном, сейчас покажется на экране палитра, светло-коричневый, коричневый, желтый, красные оттенки, синие, черные. Там путем смешивания можно получать зеленые, фиолетовые и так дальше. Но когда касается покраски светло-серой замши, бежевой замши, восстановление каких-то очень нежных пастельных оттенков – это всегда вызывало проблему. Сейчас с помощью вот этого продукта можно обновить замшу, которая имеет нежный тон. Краска для замши у нас есть в нескольких видах упаковки. На разлив для работы с аэрографом, в баллоне для удобного и профессионального использования и в виде спрея. Они будут идти у нас в наборчиках. Это для домашнего ухода, для восстановления в домашних условиях. Удобная упаковка и достаточно хороший эффект. Хотя, конечно, в баллоне либо аэрографом это более профессиональный, более равномерный распыл дают. Сегодня я хочу продемонстрировать, как она работает на вот этих вот сапогах. Эти сапоги имеют в себе такой беловатый пастельный тон. И если его закрашивать с помощью краски глубокого проникновения, получится такой насыщенный коричневый оттенок. И уже так мягко они не будут выглядеть. Это искусственная замша. Эти краски, кстати, на масляной основе могут также применяться для покраски тканей некоторых видов. Для алькантары это искусственная замша. Она очень часто применяется в машинах. Либо там в каких-то дорогих обивках. И с помощью нее тоже можно восстанавливать алькантару. Вот сейчас я покажу, как она работает на искусственной замше. Сейчас я продемонстрирую, как масляно-пигментной краской для замши можно покрасить искусственную замшу. Цвета можно сейчас будет посмотреть на экране. Можно их смешивать между собой. Если надо, то их можно разбавить грунтом для замши. Цвет можно посмотреть на салфетке. Это примерный цвет краски, как он получается. Периодически надо обязательно, если вы особенно долго работаете, взбалтывать краску или в баллоне, или в аэрографе. Чтобы пигмент постоянно равномерно размешивался. Аэрограф, кстати, тоже можно приобрести у нас на сайте. Сейчас ссылочка появится. Вот первый слой, который я подкрасил носочек, уже подсох. Можно его, даже нужно, немножко обработать четкой между слоями. Потому что, чтобы краска пигментная наносилась на замшу со всех сторон ворса. Вот сейчас четко видно разницу. Между двумя. Самое главное, что замша у нас осталась нежного цвета. То есть нету насыщенного коричневого цвета. Она такая нежненькая на вид. Если бы мы закрашивали такую поверхность обычной краской для анилиновых кож, то она бы вышла очень темно-коричневая. Да я вообще не уверен, или она бы искусственную замшу, насколько качественно бы покрасилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сапоги уже высохли и мы можем посмотреть как они вышли Видно, что цвет лёг равномерно Краска замаскировала все неровности, переходы Эта краска очень хорошо маскирует, если есть какие-то пятна на замши То есть какая-то темнота То есть получился цвет равномерный и нежный очень Можно посмотреть на один и на второй Сейчас мы приблизим немножко, чтобы было лучше видно Краска не требует специального закрепления Но после покраски рекомендуется замшу или нубук обработать апритурой для защиты замши и нубука Она позволит в дальнейшем легко ухаживать за обувью, облегчит чистку и дальнейший уход и реставрацию Всем спасибо, с вами была компания DR Laser Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии В дальнейшем я постараюсь еще найти пару интересных пар Чтобы показать вам эту же краску Но уже в каком-то другом, более светлом цвете Либо в каком-то редком, в котором сложнее будет проходить процесс покраски До свидания